приветствую вас меня зовут евгения медведева и сегодня мы поговорим о косметологии о красоте с мариной георгиевной бариновой добрый день здравствуйте расскажите что вообще такое косметология какие нынче модно тренды и вообще чем конкретно вы занимаетесь косметология это отрасль медицины на сегодняшний момент который помогает выглядеть красиво молода и презентабельно трендов сейчас их очень много они меняются и со стороны инъекционной косметологии и аппаратной косметологии и все зависит еще от возраста пациента в первую очередь в каждом возрасте свои тренды я так сказала ну а вообще кто чаще всего приходит вот в каком возрасте я думаю что это все-таки в большинстве девушки женщины мужчины мужчина мы тоже очень рады очень любим мужчин и мужская косметология она развивается очень активно нашей радости в основном девушки и женщины девочки в основном приходят за губами за моделированием лица это формирование подбородочка углов нижней челюсти это один из трендов губы губа не всегда были есть и будут в тренде при том что форма она меняется и мода меняется на губы сейчас ушли вот от этих переменей которые были раньше вот именно вот так очень такой да туточек и сейчас уже очень элегантные красивые губы сексуальные то есть то что это естественно выглядит и сделает женщину красивее девушку они становятся больше или ярче или и больше яркость мы не можем с помощью филлеров откорректировать это уже перманентный макияж мы меняем форму мы убираем асимметрию то есть раньше если мы делали вот такие кругленькие губки то сейчас мы в основном их поднимаем вот это основное это то что губ касается при том что губы они как молодом так и в более старшем возрасте просто если это молодая девочка то мы губы делаем большего размера все-таки если это возрастная пациентка часто они просто начинают же с возрастом зажиматься меньше мирование да это ну таким образом старение происходит и кожи и мышцы и костей и зубов у человека и получается что мы женщинам в любом возрасте чуть-чуть их подкалываем то есть это принципе восстановление тех губ которые были когда-то несколько лет назад это если говорить про инъекционные тренды уход вообще в целом если говорить про молодой возраст это уход за кожей за качеством кожи я против ранних инъекций то есть я считаю что как можно дольше их отодвинуть и начинать инъекционные методы коррекции только когда есть показания появились морщинки делаем для профилактики делать инъекции я считаю что этого не нужно первые инъекции которые мы ну на мой взгляд это правильно это перевитализация или мезотерапия с целью улучшения качества кожи поддержания то есть если мы вводим гиалуроновую кислоту периодически постоянно можно достаточно долго кожу сохранить в хорошем состоянии молодом возрасте это все-таки массажи или как аппаратной техники можно за счет массажа очень долго себя сохранять в хорошем состоянии и делать курсы потом поддерживающие опять-таки это длинуть инъекции или какой-то интенсивной аппаратной техники это мое мнение часто пациенты они приходят уже почему-то не считаю что не нужно начинать молодом возрасте они приходят в 40 лет 40 как правило уже всегда есть какие-то проблемы это формирование морщин появляются до верхней трети лица это провисание брылечки то есть уже идет опущение ткани лица и уже пациент приходится тем чтобы поднимите мне лицо то есть вот эти вот основной запрос уже которые до после 35 40 ну про более старший возраст я вообще вот и здесь основная задача наша вовремя начать опять-таки небольшая проблема появилась лицо обратно поставили и вот так мы его поддерживаем чем когда пациент уже приходит там 50 55 лет это уже как правило хирургический пациент но если пациент пришел к косметологу то что мы не можем то есть естественно что если он хотел сделать операцию вошел к хирургу а так он пришел к косметологу то что он пришел за терапевтическими методами коррекции если раньше мы корректировали только верхнюю треть лица на сегодняшний момент мы расслабляем нижнюю треть и бывает без расслабления мышц вот в этой зоне совершенно невозможно откорректировать четкую вот линию овала то что мышцы они очень сильно они утягивают все лицо вниз с этого как правило мы начинаем далее используются филлеры при том что это не гиалуроновые часто филлеры мы используем для которые используют филлер которые стимулируют вырубку коллагена то есть мы можем сделать объемную коррекцию скуловой зону то есть приподнять вот эти вот места сформировать подбородочек вывести угол нижней челюсти и еще как я обычно пациентам показываю рассказываю да мы вводим внутрикожно препараты определенные для стимуляции выработки коллагена вы сказали что самое оптимальное начинать в более раннем возрасте и из таких достаточно приятных процедур на самом деле с массажа но вот по этому поводу есть конечно споры насколько он вообще эффективен ну то есть ну что тут мы погладили ну тут помяли тут вроде что-то сделали это первое а второе наоборот обратная сторона луны когда ты приходишь к непрофессионалу и вместо того чтобы у тебя не формировались морщины ты после массажа можешь оказаться как раз числе тех кто кому некачественно сделали эту процедуру если говорить про массажа конечно здесь первую очередь то что вы сказали что какие-то могут морщины появляться и наоборот все провиснуть то есть это неправильный выбор массажа может быть вообще любая процедура она подбирается под показания то есть мы смотрим на пациента его проблемы и определяем те процедуры которые можно провести и откорректировать ее поэтому массажи они вовремя к месту и определенный вид массажа должен использоваться что если мы будем делать на жирную кожу массаж с маслом то человек покроется прыщами у него естественно будет негативное впечатление складывается и о массажах в целом как о методике коррекции так и о самом специалисте поэтому здесь очень важно конечно выбор специалистов это очень важно потому что это должен быть все-таки человек с медицинским образованием это либо среднее или высшее образование то есть на это нужно всегда обращать внимание и у специалисту уточнять какое образование у него я так считаю как подготовить себя но такой экспресс-метод как подготовить себя какому-то важному мероприятию важному событию или празднику но потому что естественно у нас в течение всего года нет времени ни на чего то есть хорошо если вечером кремушкам себя намажешь но вот вот она вот скоро случится как себя к этому готовить да скоро новый год нужно все успеть в принципе пациенты кто уже опытные и уже они делали какие-то процедуры они знают что нужно хотя бы за месяц прийти чтобы успеть что-то уколоть чтобы был эффект если даже синячки не успели бы пройти если мы говорим про вот завтра праздник это опять-таки это экспресс-уходы экспресс массаж с какими-то масками либо мы можем аппаратные техники использовать если вернусь все-таки про раннюю подготовку принципе за месяц можно как инвестиционные методы можно тот же смаз лифтинг сделать через месяц уже тоже будет эффект по подтяжке лица и по улучшению качества кожи пилинги то есть ну опять-таки мы подбираем всегда по показаниям то есть зависит от того что человек хочет получить какой результат можно ли дома добиться хоть какого-то положительного эффекта от процедуры если ты делаешь что-то сам сам пенсию что-то нащипал сам себя там настира у меня был один случай нет очень часто пациенты приходишь что меня вот я купил такой аппарат для масляного использования вот что вы можете сказать я во-первых всегда говорю о том что то есть если что то это совет что берешь на себя ответственность и непонятно что это за аппарат и одна пациентка мне рассказывала что как я делала себе массажик поделала ну вот одна сторона поднялась а другая опустилась то есть чека наоборот перекосило поэтому вот с тех пор я никогда не советую самостоятельно слипо строго следовать инструкции чтобы на этот аппарат были какие-то документы определенные и вообще если про домашний уход то как правило мы советуем пациентам это домашние серии из профессиональной косметики использовать потому что там могут быть и масочки профессиональные даже те которые мы используем например в клинике для пациента они могут брать маленький объем и делать это сами то есть они будут менее уходы то есть использование масок скрабиков мягких пилингов вот это домашний уход то что его нужно не делать обязательно а если вернуться к народной медицине ведь у нас целая куча есть любителей которые экспериментируют на себе и своих близких начитавшись в интернете или наслушавшись чудесных подружек которые рассказывают сто процентов помогает мешки из-под глаз уходят и брыли поднимаются вот главное только так делать и будет тебе счастье домашних устопиях можно использовать самое главное чтобы не было аллергической реакции какие-то средства проверены то есть я бы не советовала это делать вот первый раз намешать вот эту масочку нанести на лицо то есть мы всегда боимся аллергии да то есть там с клубникой масочки или что-нибудь они то они все эффективно можно это делать почему бы и нет они какие-то с лифтинговым действием даже про то же вот беличный белок например если добавлять в маски но нужно сделать накануне протестировать и при том что я бы не стала пробовать на лице сначала хотя бы на руке на тыльной поверхности предплечье а потом уже мазать на лицо что может быть обратной реакции покроется все цепью а не дай бог еще и отек какой-то начнется то есть можно себе испортить праздник нужно особенно накануне праздника это точно лучше дочери мистер не заниматься да я бы так согласна с вами цельком полностью еще со времен не знаю там прошлого века жутко популярные огурцовые маски вот это вот вот на себя там насколько это вообще имеет место быть потому что но еще если там всякие пилинги которые ты дома можешь сделать на масочку с той же клубникой но огурцы то на самом деле помогает не в определенном возрасте при определенном состоянии потому что мы часто например если пациент жалуется на отеки мы говорим что с петрушечкой льда на морозе то и утром массажик вот этим кубиками да и в принципе как еще человеку с утра снять отеки когда нужно на работу или бывает после бессонной ночи или веселые ночи или рабочие ночи себя в порядок привести туалет в помощь например тоже это же тоже народная медицина по-другому не скажешь в каком возрасте все-таки нужно задуматься чтобы в первый раз прийти к косметологу знаете приходят пациенты ведь еще в самом начале подросткового возраста когда начинаешь что-то да то есть каждом возрасте свои процедуры приходят сначала с прыщиками мы их лечим убираем потом приходят девочки убирать волосы то есть даже лазерная эпиляция или восковая и потом уже подключаем это массажи уходы то есть консервативные все методы терапевтической косметологии потом начинаются инъекции мы начинаем как правило с перевитализации потом уже подключается контурная пластика это филлеры потолотоксин ну и например на сегодняшний момент у смаз лифтинг это такая очень хорошая методика самым вот если говорить про тренды и самая модная процедура когда нет следов инъекции нет периода восстановления ты сделал тебя подтянулся лицо и лучше качество кожи морщинки меньше то есть вот мне очень нравится результат от этой процедуры то есть можно без иглы обойтись что многие они боятся допустим инъекции это как вариант и для мужчин тех же может таковаться мужчинам это вроде как неприлично непрестижно в каких-то моменты но на аппарат сходить почему бы и нет тот же лазер лазером можно убрать все неровности на лице поры расширенные то есть эффективнее просто ничего нет даже на чистящих параметрах можно отработать и поры убрать даже совсем и они очень долго не будут возвращаться морщинки рубчики поры пигмент и качество кожи самое главное что лазер он омолаживает кожу то есть можно инъекционно восстановить все убрать и тени на лице сформировать то есть лучше все черты лица ну кожа она остается старой то есть лазер здесь в помощь она умолаживает кожу ну и самое главное что мы добавим в любом случае имеются противопоказания требуется консультация специалиста это первое что нужно сделать когда появилась мысль что что-то мне не нравится первое когда мы начинаем мы всегда приглашаем пациента на консультацию слушаем что пациента беспокоит и потом уже подбираем процедуры именно те которые будут подходить которые показаны то есть я никогда не означаю процедур которые теплым они не нужны это правило марина вам большое спасибо красоты вам и вашим пациентам вам тоже спасибо огромное я напоминаю что сегодня мы беседовали с мариной бариновой кто придет следующий раз узнаем уже на следующей неделе до скорой встречи